приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и недостатке друзья 3 июня нас всех ожидает великий православный праздник праздник владимирской иконы божьей матери в этом видео делим внимание владимирской иконе божьей матери поговорим о том о чем просить владимирскую икону божьей матери в чем она помогает и что в этот день ни в коем случае нельзя делать чтобы не привлечь беды проблемы и неприятности в свою жизнь друзья обязательно просмотрите это ведет начало до конца будут много полезной и важной нужной и интересной информации для вас итак друзья у владимирской иконы божьей матери три дня почитания в честь связанных с ней чудес и 3 июня все мы с вами будем чтить владимирскую икону божьей матери согласно преданию икона была написана евангелистом лукой на доске от стола за которым трапезовал спаситель с причистой матери и праведным иосифом в 1131 году икона была прислана на русь из константинополя святому князю мстиславу и поставлена в девичьем монастыре выжгорода древнего удельного города святой равноапостольной великой княгини ольги в 1115 году святой андрей боголюбский принес икону во владимир ее поместили в успенском соборе из того дня начали называть владимирской а в 1395 году икону впервые принесли в москву так благословением божьей матери скрепились духовные узы византии и руси через киев владимир и москву у иконы три дня почитания как мы уже говорили и и вы знаете 3 июня вспоминают именно избавление москвы от крымского хана махмед гирея татарские полчища приближались к москве придавая огню и разрушению русские города и селения истребляя жителей и великий князь василий собирал войско против татар а московский митрополит варлам вместе с жителями усердно молился об избавлении от гибели в это время одна благочестивая слепая инакиня имела видение и спаских ворот кремля выходили московские святители покидая город и унося с собой владимирскую икону божьей матери в наказание за грехи ее жителей у спаских ворот святителей встретили преподобные сергей родонежский и варлам хутынский слезно умоляя их не оставлять москвы все они вместе принесли господу пламенную молитву о прошении согрешивших и избавлении москвы от врагов после этой молитвы святители возвратились в кремль и внесли обратно владимирскую святую икону подобное же видение было и московскому святому блаженному василию которому было открыто что заступлением божьей матери и молитвами святых москва будет спасена татарскому хану было видение божьей матери окруженной грозным войском устремившимся на его полки татары страхи бежали и столица была спасена по преданию именно эта икона всегда указывает верный путь она помогает всегда принять самое правильное решение справедливое решение а также на дает поддержку помощь утешение а также благодаря владимирской иконе божьей матери вы можете излечиться от различных болезней согласно христианским верованиям она исцеляет душу от греховных помыслов божья матерь владимирская помогает каждому человеку кто обращается к ней с искренней молитвой потому что она заступница и защитница она берегает дом и помогает во многих житейских нуждах при святая богородица помогает найти истинный путь принят верное решение а также дает силы преодолеть тяжелый период жизни она укрепляет веру защищает от вражды избавляет от греховных помыслов и смуты божья матерь исцеляет и от физических болезней особенно часто ей молятся об исцелении болезни сердца и глаз что символизирует прозрение не только телесное но и духовная богоматерь также способствует счастливому браку ибо крепкие семейные узы без ссор и раздоров это залог крепкой страны можно в этот день 3 июня попросить о помощи и в любви в любой беде эта икона универсальная помогает всем самыми различными просьбами ей молятся об исцелении о помощи о счастье об укреплении вера а также о благополучии и замужестве когда просьбы чисты и искренне они не остаются безответными и вы знаете в этот день разрешено упоминать усопших близких ставить за их души свечи и посещать кладбище но если есть в этом необходимость как мы уже сказали икона владимирской иконой божьей матери считается чудотворной и внешне она достаточно выглядеть чудесно если вы посмотрите на эту икону то богородица изображена с младенцем на золотом фоне именно это и является символом божественного света однако лика за многие века много раз переписывали стараясь при этом быть ближе к оригиналу и святая церковь и народные по вере говорят нам о запретах этого дня каким любой другой праздник кроме того существует много давних народных примет которые и не утратили своей актуальности в этот день в день почитания божьей матери владимирская люди идут в церковь на службу ставят свечи за упокой мертвых и здравия живых желательно искренне молиться в этот день просить прощения за то что вы считаете что где-то возможно натворили а также нужно обязательно молиться за все доброе что происходит вашей жизни и даже за испытания принято благодарить так мы понимаем что все нам дается свыше конечно же каждый из нас в этот день 3 июня может прочитать молитвы делать это нужно правда тишине перед иконой постараться в этот момент отречься от всего мирского и суеты также обращаем ваше внимание что в этот день великий праздник нельзя переедать выпивать алкоголь шумно веселиться и ссориться а также не стоит таить зло на обидчиков домашние дела тоже лучше отложить на другой день чтобы весь свой досуг посвятить помыслом о значении праздника и чтению писаний и молитвам также в этот день 3 июня друзья старайтесь как можно меньше употреблять жирную пищу и пищу вообще больших количествах конечно же сейчас официального поста нет но все-таки рекомендуется сегодня заниматься чтением души и тела также в этот день строго-настрого запрещено ругаться и произносить плохие и злые слова старайтесь в этот день не обижаться сами и не стоит обижать других также в этот день в день праздника владимирской иконы божьей матери ни в коем случае не берите в долг не стоит вообще занимать деньги и не спешите решать любые финансовые вопросы найдите для материальных дел более подходящее время что же касается уборки и стирки то здесь прямого запрета на домашние дела церковь не дает но все же желательно сделать все заранее чтобы в день чествование иконы вы были чистыми не только ваши помыслы но и ваше жилище друзья так что 3 июня у нас с вами такой день обязательно сходите в храм помолитесь его владимирской иконе божией матери попросите всего того что вам действительно нужно благополучия удачи здоровья счастья вы лучше знаете что вам нужно и владимирская икона божья матерь и матерь через своих ангелов через высших сил поможет обязательно вам главное чтобы это все было искренне и именно вы радовались тому что вы делаете друзья с вами как всегда был канал эзотерика для тебя обязательно подписывайтесь на наш канал за это ставьте лайк этому видео обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви и гармонии друзья но прямо сейчас на экране увидите два прямоугольника это следующие рекомендованные видео для вас нажимайте на то видео которое вам на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите друзья там много полезной важной нужной и интересной информации для вас всех еще раз праздником всем здоровья мира гармонии и услышимся друзья уже с вами в следующем видео